добрый вечер уважаемые слушатели приветствую вас на заключительном симпозиуме сегодня день достал все-таки я кстати прежде всего хотел сделать небольшое объявление во-первых спасибо вам большое что все все были с нами две недели это было здорово мне кажется было достаточно интересно я хотел после лекции кому это интересно чтобы задержались возможно мы могли бы отменяться какими-то бизнес контактами не знаю каждый может представиться сказать чем он друг другу может быть полезен у нас здесь собралось достаточно много разных профессионалов в своей области не знаю можем отдельно пообщаться но такое небольшое отступление а пока давайте начнем сегодня у нас роман расскажет про заведение митрея чак вот слово роману всем привет занимаюсь учением поваров занимаюсь консалтом открывая заведение в разных городах россии проектов достаточно много начну немножечко себя как вообще дошел жизнь поварской сам я родом из скалинградской области и свои все восемь лет смотрел за дедушку и бабушку как они готовят на кухне естественно мне это было интересно я все это дело поглядывал смотрел тоже момент не одет катался по всяким разным странам готовил коком и привозил разные вкусняшки джинсы и так далее конце 80 начале 90 этого практически невозможно было достать в магазине и вот моя подсоздательная вот эта история что вор мыть круто потому что все тебе доступны все это все привозилось это было в наличии естественно со временем все эти ценности они как бы ушли в прошлое а вот именно в подсознании осталось то что хочется готовить мне естественно осталось в итоге я поступил на программиста поступил на факультет программирования прибор строительный колледж и на третьем курсе понял что это не мое ушел и устроился практикантом ресторан под может кто-то знает песни на островском 10 на шестом трубке с этого началась моя история и карьера повара было тяжело было интересно первые лет пять на меня металл с одного заведения в другое и в один прекрасный момент я устроился в ресторан место тогда он находился на улице ленина может кто-то знает как включала который сейчас открывает суши суки по-моему как так называть вегетрианское заведение и у нее есть ресторан место на сейчас не вспомню на кронерске да ресторан место на кронерске достаточно такая светская интересная лица которая катается по всему миру собирает рецепты вот с ней я познакомился и с этого пошла как моя профессиональная настоящая деятельность после этого я побывал и в сетевых заведениях таких как васаби евразии когда был кризис и нужна была стабильности они разве развитие столкнулся с мясом первый раз как раз таки в ресторане евразии в 2007 году если не ошибаюсь и намного большой стейк меню с юрия вановым который на тот момент был шеф-бором и бренд-шефом всей этой сеткой мы готовили жарили стейки и вот с этого момента у меня появилась такая начальная любовь и мы к мясу с крыльями и таким-нибудь овощам и французский лебедный куб и мне нравилось мясо нравилось с ним работать и нравится его готовить ну и так далее я поработал еще в одном заведении с у шефом далее вырос до шеф-повара первое одно заведение это был сигарно коньячный клуб вот здесь находится раньше он в свое время гремел раньше было интересно по концепции а в дальнейшем он так тихонечко-тихонечко пошел на спад и вот как раз таки вот я так работал там шеф-поваром и наступил кризис 2008 года когда выбирать не приходилось и пошел работать в сетку васаби с шефом год где-то отдавался в сетке васаби и когда кризис спал я уже получил несколько интересных приложений одно из них это был проработан из конту 3 парк кто катается узнает там я проработал два с половиной три года после этого появилось предложение по открытию фон азиатской азиатской доставки панда панда фут фон азиатская доставка панда фут и я стал знакомиться посредством с азией с ней проработал порядка трех лет была своя доставка небольшая и поступила после этого предложения мне от ресторана мау маленькое фон азиатское заведение открыть и построить своими силами от начала стройки и заканчивая официальным открытием этот ресторан ресторан его сложно сказать потому что камерное маленькое заведение на 25 посадок там я впервые в жизни не пробуя когда в жизни готовил тумьян который в итоге завевал многих у многих доверие называли в лучшем городе проработал я в мау полтора года и после смены владельцев мне стало неинтересно идти в вектор направлении нового владельца я ушел и стал заниматься уже непосредственно консалтингом в большом объеме как консалт когда есть контора которая помогает открывать заведение непосредственно своими силами делал либо менял меню в разных заведениях города и я понял что мне уже неинтересно работать в форуме интересно именно открывать аккоррировать заведение города появилось предложение сказания с компаньоном и поваром александр пушкарёв который лечится шеф-поваром ресторана порт мы поехали в казань там открыли заведение сначала дистанционно работали и делали чертежи и разрабатывали схемы планировки разрабатываю меню и за две недели мы поставили кухню одессе непосредственно в казани это спикизи бар мистер виллорд достаточно известное заведение чуть подкорректировали меню заведения от этого же спикизи бар это заведение коктейльный бар брелап и приучаствовали еще в разработке меню в одном заведении тоже на азиатской кухне два раза катались в казань получили достаточно опыт интересный познакомились с самим городом уехали оттуда довольны вот и в питере непосредственно с александр пушкарем мы открыли заведение название вон карвай с азиатской направленностью и урежу еще пара таких неизвестных локальных двух районов городов заведения тоже ставили кухню переделали меню обучали поваров и тем самым зарабатывали деньги и грубо говоря у нас была постоянно интересная работа в разных местах с разной направленностью тем самым рутины такой не было было очень приятно и хорошо работать и поступило предложение было на гороховой сейчас все подложили непосредственно заведению к речам уступила предложение было на дорогу заведения с такой без изюминки названием алфавит работал на тот момент месяца три и все хорошо было вроде интерьер такой не мишный али океа стайл светлый красивый как работала но не было какого-то трава не в день выручки были небольшие решили попробовать воскресить кухню и привлечь своими силами людей именно в это заведение в итоге покупались на это месяца 23 ничего особо не получалось потому что изначально не был не было какой-то концепции основного заведения и заведения в начале декабря потом момент хозяин этого заведения решила закрыть решила закрыть и на одной из нашего тусовки посидели пообщались и тогда мы откроем заведение с каким-то интересным концептом у меня очень давно уже висела мысль в голове о том что надо открыть демократичное заведение со стейковой истории тем более на тот момент это история была совершенно не развита грубо говоря было начало зарождения все это мясной истории который сейчас по всей стране пробежалась и пробегается еще очень много регионов не знают альтернативных стейлов не знаю что такое вкусное мясо значит демократичное заведение мы решили давай мы откроем как раз таки то заведением которое может сходить практически каждый имеет 1000 рублей в кармане победить его ведь коктейли здесь хороший добротный кусок мяса нам что если сравнивать стейк-хаус с нашим заведением то средний счет от полутора если повезет до 5000 рублей вместе с напитками что не каждый может себе позволить и было принято решение закрыть заведение алфавит 8 декабря у нас было полторы недели на ремонт понят дела мы в светлом киевском помещении не можем торговать мясо красным пивом страх странного выглядело нас было было полтора недель на ремонт и мы собрали всех своих подруг друзей которые принимали участие в заведении или начали строить визелье сделали дизайн которым занималась сенаев я как раз она такие делали за него в ходе в этом пространстве это юрий черевов который вот сидит сзади там на окошке грустить закончить выйти пообщаться с вами это иван шиневский тот человек который как раз таки занимается продакшеном всей истории рэндс китчен мы еще занимаемся выпуском видеороликов на youtube с рецептами это естественно саша пушкалёв ну и наши подруги которые помогали нам что-то подкрасить подклеить и старт был дан 27 декабря самый пик нашего очередного кризиса когда курс евро был по сотку когда непонятно было что будет в январе а январь для ресторанов достаточно тяжелый месяц мы считаем заведение которые активно продают коктейли активно торгуют алкоголем когда все эти 10 дней ждут я но по окончании 10 дней рестораны многие испытывают большой дефицит посетителям потому что началась рабочая неделя закончились праздники денег нет кто-то еще не вернулся из отпуска и многие рестораны называют таким достаточно сложным месяцем причине того что процентов за всех не буду говорить процентов наверно 30 заведения они работают реально в минус в месяц и с февраля начинается опять возврат людей и было тяжело на самом деле было очень тяжело мы работали месяцами два с половиной без выходных были случаи когда заведение работал два человека это человек в зале и я были случаи когда приходили гости я принимал заказ шел на бар наливал алкогольный напиток выносил шел на кухню готовил выносил заказ за ними рассчитывал тяжелого да тяжело но если кто-то имеет свое заведение принимает непосредственно участие было интересно именно выкарабкаться из этой ситуации и добиться того что заведение помимо того что приносило тебе удовольствие еще приносило естественные деньги и где-то с конца на февраля сначала марта у нас уже пошли достаточные обороты чтобы принимать персонал до того момента мы работали кроме одного человека это не помню кто до 10 человек который мы взяли пока парк занимался иван гриньков он пришел нам поставить барную карту пришел разработан концепцию и так как у него была основная занятость это бармишка он у нас появлялся иногда отказывал помогал иногда стоял за барной стойкой стойкой и в итоге мы приняли решение что нам пора забрать бармену потому что мы не сильны в барной индустрии хотя я свое время работал на домской заведении поезда шейкерите делать какие-нибудь шоты я умею взяли бармен это первый человек был который которому платили деньги ну кроме уборщицы которые лучше нанять чем самому выйти мучиться первое время было настолько тяжело что пару раз бывало что не хватало денег на проезд до дома на что все деньги были вложены в заведение это было с одной стороны печально с другой стороны мы понимали что нужно задавить нужно дожать идея и концепция у нас я почему-то был уверен что это стиль это в итоге с марта месяца стрельнуло и открывались мы еще 6 часов вечера потому что не видели причина открытия днем во первых это лишние силы во вторых это не то заведение в котором можно поставить бизнес ланчаны с вещами и котлетами с макарошками то есть те офисы которые находились рядом они не готовы были платить 400 рублей за за мясо дорогое мраморное хорошее мясо а другие вещами не хотели просто-напросто торговать и с марта месяца у нас пошел поток людей настолько что мы смогли уже постепенно по 1 по 2 человек в месяц снимать ставить поваров уже на кухню ставить вторую мочицу брать еще 2 бармена и естественно ну и сейчас мы уже проработали больше года достаточно большой объем работы у проделал проделанный и для речи обычно такой смутный достаточно забегаловки превратился достаточно серьезный конкурентоспособный проект по отношению к другим стейковым заведениям который кстати до сих пор достаточно мало в городе если перечислить из более-менее известных это редвайна редвайна стейк дар копировали достроенный в стейк-хаус который который в цене достаточно высокие заведения я никогда туда не пойду причине того что я знаю сколько стоит мясо я не готов переплачивать за него полторы-две тысячи рублей откуда вообще складывается эта история с ценником кто занимается заведением значит среднем 900 процентная оценка кусок мяса на любое блюдо это нормально мы пошли немножечко другим путем мы считали именно маржинальность с каждого пускай накидывали процент мы считали сколько заработаем скажем куска мяса а вольного того и просто и в принципе эта система работает что касается параллельный параллельными деятельностями которыми я занимаюсь это непосредственно проект ротманс китчен зародился он тоже приблизительно два года больше зародился два года назад тоже в декабре с иваном шиневским который занимается видеопродакшеном начинаем съемок заканчивая монтажом и вирусными видео на youtube контенте у меня была такая история то что в принципе у каждого человека должен быть свой врач свой повар свой как-нибудь юрист и вот я у многих друзей был своим поваром и частенько слышал в соцсетях звонили на телефон лично спрашивали как приготовить то или иное блюдо тот или иной рецепт нет на самом деле надоело и вот с вами что-то очередным бокалом его мы сидели общались слушать им частенько даже я вопросов для приготовления того или иного блюда давай чтобы попробовать снимать его слушай отличная идея дала попробуем снимать укладывать на канал youtube выдаваться ссылки друзьям тем кто интересно кому интересно интересный рецепт кто задает нелепые вопросы по приготовлению еды ну и четвертый первый раз мы собрались дома сняли один раз сняли 2 2 1 все не то ты не актер и не может работать с ими к лица с движением рук чё-то не то давай попробуем по-другому сняли третий раз четвертый на 5 раз у нас получился первый видеоролик мы его смонтировали получилось неплохо живо здорово выложили на youtube понятно что подписчики сразу принеслись горой немного ну решили стабильно снимать видеоролики договорились кулинарной школы красивого года на что мы будем вас в свободное время арендовать кухню чтобы все симпатичнее замену там будем просто грубая ссылки на них оставлять самими роликами в итоге начали стабильно снимать и постепенно постепенно эта история стала развиваться я не скажу большое количество подписчиков там порядка 40 тысяч может 45 на канале это в наше время копейки и тем самым как бы меня стали узнавать и как раз таки моя узнаваемость она помогла в раскрутке непосредственно митерича то есть я тот человек который шутливой форме ненавижу веганов вегетарианцев всю историю и я над этим постоянно стебусь я на это не скрываю но я никогда не желаю узла тем кто не ест мясо просто я выбрал такой путь я работаю с мясом и кстати могу сказать что к митерича приходит очень много людей парочек где один из тех кто приходит жесткий веган а второй человек ест мясо очень забавно были даже случаи когда приходили вегетарианцы спрашивали почему у вас такое маленькое разнообразие вегетарианских позиций ну смешно ты приходишь в на заведение зачем тебе речи салон много всяких разных забавных случаях было что касается митерича у нас была где-то до момента открытия помимо стройки еще такая мозговая история мозговой штурм когда мы всем нашим коллективом собирались нам по часу полтора сидели тратили время на всю общую концепцию продолжение всей истории на разработку манифест и манифест мы разработали такой кусок стейка не должен стоить столько сколько стоит дорога плюс мы придумали совершенно новое название хотя в итальянском языке есть слово митерия это как пиццерия как пиццерия у нас не митерия мит от слова мясо или от слова пространство тот же момент не встречается то есть место для встречи и эта история тоже была интересна и рассказывать ее тем кто приходит на заведение когда спрашиваешь что такое митерия это в принципе тоже дало толчок к развитию и популярности заведения для речи что касается там той же самой важной карты долгое время до долго достаточно обсуждали что у нас должно присутствовать в баре итоге остались на таких достаточно мужских коктейлях не без женских естественно совсем мало остановиться мужских коктейлях остановились на вагоне и виски что тоже долога 40 толчок плюс нашему заведению все знают заведением так это где-то продают практически только текилу хотя амиска крема основе бургона и основу основе рома но у них есть свои концепции они продавливают и они уникальны в этом городе с этой концепцией и точно также в уникальном городе с нашей концепции демократического демократичного заведения и мы задали своего рода тренд новый тренд виток в истории кулинарный санкт-петербург раньше не знаю может лет пять назад был пик вегетарианских заведений когда заведением проб открывал сейчас не знаю сколько уже 45 он даже играли раньше утра и раньше была модель вегетарианских введений очень много у меня друзей несколько лет были вегетарианских потом сказали нафиг из мяса и пармен который пармен же который у нас работает же не будь которого выцепили из пара цветочки работал там барбеком его взяли немного обучили его тоже сам вальгинько обучил мы с ним до сих пор работаем в направлении развития коктейльной карты дмитрия чак он тоже был вегетарианцем пришел поработал долго держался месяц 3-4 начал есть мясо на какой-то каком-то там очередном нашем небольшом корпоративе такой давайте попробуем мясо сейчас замечательно есть мясо тот же самый ван Шенеевский который достаточно долгое время тоже не ел мясо столкнулся со мной и начал снимать видеоролики в итоге тоже есть мясо я шутливой форме говорю что я лечу людей от этой зависимости вот если кого-то я видел извините без какого-то зла что еще рассказать занимаюсь параллельно проектами таким как митпапец весны и моря в Сочи открыть заведения в Саранске в Казань набережные Челны постоянно приходят такие предложения но у нас сейчас тут идут среди наших коллег по работе рестораны спорно стоит открывать чак в другом регионе или нет я говорю что нет заведение должно быть уникальным а вот именно историю именно концепцию такую да возможно что-то из этого получится не знаю когда не скажу в каком городе мы посмотрим помимо этого курирую заведение в Москве небольшое то есть тоже помогает нам делать кухню ну и плюс сейчас пару проектов которые может стрельнуть может нет буду смотреть по своим силам физически буду смотреть по моральным силам потому что повар ремесленник когда у тебя очень много работы у тебя не хватает времени на фантазию вот плюс естественно занимаюсь саморазвитием это понятно интернет книги сейчас в ближайшее время поеду в Прибалтску именно в Ригу за естественно за свой счет поеду стажироваться в несколько заведений Риги далее есть выпады на Таллинн а Прибалтск славится сейчас замечательной гастрономией интересным интересным авторскими проектами которые как раз таки переплывают постепенно уже считающиеся наверное по всей России гастрономическую столицу это Санкт-Петербург очень много заведений и они скопированы они такого же плана как в Европе у нас открываются в Санкт-Петербурге ну я могу сказать так Долгастра-бар, Тартар-бар, Минный шкаф, Фолк-хэнс то есть это все те шеф-повары которые когда-либо стажировались в Европе когда-либо стажировались с теми шеф-поварами которые работали в Европе это на самом деле круто я скажу так что работая на два города в Москве практически такого нет там есть громкие проекты но все бездушное бездушное по причине того что это Москва в Москве зарабатывают деньги они получают удовольствие и иногда бывает достаточно тяжело работать потому что ты хочешь получить удовольствие от работы ты понимаешь если у тебя не будет денег ты удовольствие не получишь потому что тебе дадут подзатыльник и скажут Роман типа это все фигня хорош дурью мать на нам денег зарабатывать вот а изначально мы открываем интервью ЧАК четко понимали что это заведение не будет нам приносить космосковных денег мы не будем раскатывать на дорогих машинах ходить дорогих шмотках ездить куда-нибудь на Мальдивы это заведение как раз таки попробовать себя первое заведение у всех ребят которые занимаются на данный момент ЧАКом первое личное заведение все от него получают удовольствие все получают от него стабильный небольшой но стабильный доход каждый занимается еще параллельно чем-то занимается портом Юра Чирилос он ездит в Казань сейчас делал минимум намного Шеневский занимается своим продакшеном я естественно занимаюсь в Москве в другой городе у нас параллельно есть у каждого работа у каждого есть какие-то еще свое хобби параллельно тем что я занимаюсь мы еще занимаемся скрутками для поваров партуками для тех же самых поваров как мистер Мурка для барменов с татуировщиков мы решили занять нишу именно эту поваровскую ну и постепенно 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 развиваем еще эту историю если есть какие-то вопросы из зала такие наводящие может кого-то там что-то интересует по поставщикам серьезные вопросы давайте давай начнем тогда с вопросов от меня у нас то что на следующий образом я слышал вопросы которые я подготовил а потом обязательно спросим у ребят из зала то что хочет узнать спасибо Рома за интересный рассказ о твоем пути в ресторанской сфере за то что ты нам рассказал на самом деле у меня есть ряд вопросов первый достаточно простой и четкий он мне пришел по мере твоего рассказа а все-таки если вот ребята сейчас открывают какие-то новые заведения видео мы раскроем новые заведения а сколько стоит привлечь предположим тебя как человека который поставит кухню какие для этого есть условия что входит в профессионал расскажи об этом опыте или мой ребятам будет интересно ну честно говоря такой вопрос достаточно распущенный потому что зависит от того тезе технического задания которое требуется выполнить от этого будет зависеть естественно цена понятное дело что если нужно открыть кунь шаверну с двумя позициями это будет пять тысяч а когда тебе нужно сделать суббекское меню из двадцати пяти страниц там а только одни горячие естественно это будет совершенно другая цена но если так вот масштабно назвать цифру какую-нибудь если маленькое заведение если это разовая история пришел открыл поставил учил ушел 15 позиций тут есть несколько вариантов развитие ситуации финансовые финансовые стороны это либо считается более разработку за одно блюдо она варьируется там уровня сложности тысячи до двух трех четырех тысяч рублей заканчиваем каким-то какой-то актовой ценой ты смотришь это 20 позиций тебе нужно обучить поваров естественно чем больше заданий получаешь тем дороже складывается из этого цена если нужно прийти сделать технологические карточки может кто-то знает из вас что это такое разработать меню отфотографировать его обучить поваров запустить все уйти без поиска поставщиков без разработки непосредственно самого технического помещения без покупки оборудования без разработки там с дизайнером какой-то истории в зале и так далее потом то это не знаю будет пятьдесят тысяч рублей стоит зависимости от объема работы ну и заканчивая крупными проектами может стоить до полумиллиона рублей то есть тут разброс цен такой же как в дизайне такой же как и в строительстве он настолько широкий диапазон ход и до что нужно индивидуально с каждым общаться с каждым разговаривать вот если сравнивать это с каким-то там гинза project который считается самой большой консалтинговой историей в россии это не сеть ресторан гинза может что-то не знает это есть контора в которой есть это своя база топ-менеджер в плане управление зала управление кухни и управление вообще все всем ресторан это шеф-повара повара то есть обращаясь не за project вы изучаете первую очередь имя имя которое даст а может быть не даст вам развитие вашего заведения там тоже разные условия там есть условия и партнерского соглашения есть условия это процент есть условия получить вы говорите не сразу открыться и уйти то есть остается название гинза прожить то есть тут поварстве очень все сложно тут нужно с каждым непосредственно общаться и бывает бывает бывают ситуации и были ситуации такие на которых я собак съел что тебе дает одно задание а в дальнейшем ты получаешь еще надо не еще надо не еще задание то есть договорившись о том что ты сделаешь небольшой минут за 50 тыс ты делаешь говоря работа там на сто пятьдесят тысяч и некоторые люди это не понимают точно так же как я допустим не буду понимать когда я попросить сделать и дизайн того или иного проекта не скажет какая-то сумма выйдет я потом скажу мне нравится нужно переделать а может чуть доделать давайте сделаем еще раз по новому для меня будет так и дилетант в этом деле для меня будет странно вроде я заплатил человеку денег он все сделал тут нужно доработать то есть сложно так сказать то есть так прямо у линии следующий вопрос был касательно непосредственно дмитрий чак я теперь понял как правильно ставить ударение на слово питер вот вы работаете с мясом и здесь целый блок вопросов первый из которых касательно оборудования требуется ли какое-то специальное дорогостоящее оборудование для того чтобы у вас на дворе стейки да это достаточно распространенный вопрос естественно стейк можно приготовить дома на портативной индукционной плитке поставить обычную грильную сковородку да вообще сковородку обычно поставить да это можно сделать это будет невкусно это будет невкусно причине того что мясо нужно открытое будет то есть оборудование для мяса идеальное конечно в наших условиях это хоспер хоспер это грубо говоря такая печка с углевкой либо газовый гриль либо открытый мангал в принципе все то есть если вы хотите открыть мясное заведение и будете работать на обычном электрогриле это будет не то совершенно я думаю каждый его знает рецепт блюда шашлык по-московски маринуется готовить дом на сковородке и если его приготовить на сковородке приготовить на даче у друзей на открытом огне абсолютно разных вкус то же самое состоит то есть все заведения которые крупный стейкаус они работают на открытом огне то есть это главная такая особенность именно именно история с мясом но есть заведения которые работают какие-то папы на обычной электрической плитке ставят грильную грильную сковородку кидают кусок мяса делают решетку дают вам понятно что придя в паб съезд таким способом приготовленный кусок мяса и прийти в нормальный нормальный стейхаус нормальное стейковое заведение вы почувствуете колоссальную разницу вы будете думать что там готовят хуже там хуже качество мяса хуже хуже повара сюда пришли здесь все крутится классно это одна из отличительных особенностей именно стейкл заведение поэтому лучше готовить на сколько стоит хостер хостер если брать оригинальный хостер это уже такое слово нарезать вообще хостер испанская которая стоит она порядка миллиона то есть из-за того что сейчас пусть его такой вы заплатите но есть русские аналоги есть замечательная контора место которые работают это конечно не так начиная железо которая нужна для этой печки кашни те замечательные супер вышкаленные грильные поверхности это не та температура и естественно не тот расход угла стоит порядка если брать большие газки тысяч триста триста пятьдесят то есть можно взять поменьше будет там сто сто пятьдесят тысяч вот эффект живого но это грубо говоря мангал который у тебя закрыт со всех сторон нет его можно сдать его выставить обязательность условия это вентиляция с искорогасителем то есть искорогаситель искорогаситель бывают разные бывают водяные бывают специальные решетками та штука которая не даст искре попасть непосредственно в ваш зонт на котором зонт и трубы на котором находится жир на жир очень хорошо вспоминеть так что когда вы ставите какой-то агрегат открытым огнем естественно должен быть огнетушители рядом естественно должно быть согласовано с пожарниками это обязательно условие если это не сделано может печально закончится следующему вопросу все-таки касательно себестоимости во-первых я решал рассказать вашу систему которая отличается у классической системы там себестоимость плюс 300 процентов как вы подходите к этому вопросу и насколько просто какие вообще особенности есть в ценообразовании работа с мясом потому что я думаю что здесь стоимость достаточно большая потому что мясо это сложный продукт ну я всех конечно секрет раскрывать не буду всех финансовых сторон я ну именно свою точку стоит свое видение расскажу но на банальных примерах ну к примеру кусок мяса стоит 400 рублей если делать наценку в 300 процентов получится больше 300 получится где-то 1400 рублей из этого выходит себестоимость всех стейков во всех стейкхаус потому что там четкая система ведения ресторанного бизнеса но в тот же момент придет место на эти 1400 рублей придется пяти человек то есть оборота такового нет то есть мы берем именно оборот у нас зал в пятницу вот может меняться если брать к примеру тот же самый морс у которого себестоимость 15 рублей продают его везде в заведение там сто сто пятьдесят рублей тут маржинальность естественно выше из-за этого если сложить пусть себестоимость мяса на которую мы накидываем с этим самым морсом которым тоже например продается сложив вот эти две две цифры процентов поделить пополам и как раз таки получаем самому жена из которой нас устраивает в плане поставщиков в плане мяса то работать мы не с фермерским хозяйством потому что у них нету какой-то вот такой постоянности в плане качества мяса мы работаем с двумя крупными фермерскими хозяйствами гигантскими просто это одно из них все знаете мироторг который уже появился из пятерочка физики дикси торгуют они тем же самым романом мясом из той же породы бычков которые у нас хорошо прижилась название было как раз и пробей за речь на это воронеж это тоже такая достаточно гигантская история но они реально тушные они прям вот прям там утро они работают только по американской схеме разделки животного не забивают ограниченное количество скота чтобы не превратилась это гигантский такой конвейер как у мира торга который забывается три раза больше животных естественно страдает от этого качества и на бывает приходит некачественный продукт и каждый кусок мяса не можем проверить его качество причине того чтобы это большие объемы и это достаточно тяжело и не экономичный поэтому с ним бывает приходит нам за у вас извините сегодня план стоит достаточно жестко попробуем понимаем что реально жесткий в мягкость мягкость чтобы она была желаемая естественно сразу же ставим на 100 плюс всю эту историю с лан стейком звоним поставщику и говорим что вы нам прислали не очень хорошего качества продукт сложности до сложности на самом деле много качество очень непостоянное но тогда вот скучно работа на самом деле а что касается себестоимости еще если вы хотите заработать денег имея небольшой проект и хотите получать миллионы не участвую в этом проекте вы если вы не аркадий новиков и не рапобор уже за плечами по не знаю мне кажется по 30 ресторан не больше то особо много денег не заработать нужно болеть заведением нужно постоянно принимать участие в работе заведение постоянно общаться с людьми которые в нем работают и естественно следить за финансовой стороны у нас так получилось что большинство людей интересует какие-то цифры из этого я буду тебя мучить все равно по цифрам ты можешь отвечать больше нет ты же плохо какая на твой взгляд справедливая зарплата шеф-повара сегодня в петербурге ну там среднего кафе на 60 по 60 мест ну тут тоже такой разброс цен у шеф-поваров достаточно такой широком диапазоне потому что кафе бывает обычно там кафе у наргиз где посредственной кухни где посредственный интерьер и она не особо не мод и не знаю какой-нибудь там тот же самый до экстрабара или винный шкаф хотя сложный сравнивать причине того что ребята как шеф-повара так и владельцы ну если взять кафе посадок на 60 достаточно с интересной концепцией то именно в питере зарплата где-то от 50-60 с графиком 5 2 7 0 находясь с 11 до 12 с 11 утра до 12 ночи но средний где-то зарплата шеф-повара 60 50-70 тысяч поэтому что если проект побольше 80 и выше посадок нам естественно зарплату шеф-повар естественно понятное дело и лучше но тут тоже нужно понимать что заведение если это какое-то европейское кафе где-нибудь вкупчено одна история где уже все планку все все понятно и нет какой-то интересная история люди просто приходят туда перекусить это одно если какой-то интересный проект как вкус есть как что у нас такое громко ресторан макароники если взять где постоянно часто обновляется меню тосис там и другие зарплаты хорошо кстати так получилось что мы на симпозиуме еще ни разу не столкнулись с вопросом разработки фирменного стиля и меню я так понимаю что Кристина Яковлева разрабатывала фирменный стиль идентика для Витари и Чак кстати Кристина Клибера тоже делала барлы карты мы очень довольны получилось красиво а Кристина привет я не знаю где-нибудь ссори вот расскажи пожалуйста все таки ну вообще может надо было у Кристины спросить но я спрошу у тебя какой примерно бюджет ребятам которые открывают свое заведение нужно закладывать на разработку вот этих всех вещей ну хотя бы бюджет это острая тема ну мне сложно когда по этому вопросу ответить достаточно ну насколько я знаю там в зависимости от того какое то же самое техническое задание требуется от дизайнера то есть если это полностью дизайн интерьера то обычно это считается по метражу там 60 квадратных метров дизайнер разрабатывает полностью фирменный стиль этого заведения дизайнер полностью занимается заказом того или иного стройматериала который нужен для обшивки стены дизайнер полностью занимается входной дверью барной стойкой потолком стульями столами там варьируется тоже от человека который этим занимается там от тысячи до пяти тысяч рублей ну естественно есть крутые дизайнеры которые возьмут подороже если это касается там не знаю дизайном фирменного стиля как меню как не знаю там интернет ресурс логотип да ну тоже тут зависит от человека который этим занимается не знаю насколько я знаю логотип по-моему самый дорогий чтобы заработать красивый логотип ну я не могу мне кажется проще кристине будет ответить по этому поводу сколько стоит логотип кристине? я считаю что то зависимости от заказа и к кому-то обращаются каким-то другим фирмам то стоимость логотип может сто тысяч или 150 ну сколько вы сюда стоите? ну я сейчас достаточно не занимаюсь но я начинала с десяти тысяч ну как бы такая стоимость ну конечно там кто хочет себе шашлык у кого-нибудь там может быть где-то в сети и в рилансах может быть 300 рублей или не знаю но в зависимости от зрения к кому-то обращаешься сейчас дизайнеры там грубо-то десяти так примерно просто тем интересны какие конкретные цифры которые произойдут же так мы еще раз не подумали для Газпрома понятное дело что там будет не знаю может даже и миллион рублей стоить просто логотип и сделать логотип не знаю Витерий Чак если бы обратиться к стороннему человеку который занимается разработкой логотипа он бы сделал логотип за 20-30 тысяч если это будет хоть сложный сложный логотип то есть ну цель такой хорошо у нас на симпозиуме почти все лектора так или иначе касались тем проверок документов господин подзора там налоговых проверок и всего остального есть ли у вас какой-то в этом плане опыт не знаю подходил ли кто-то что спрашивал или что вы готовили ну самый мой такой бюджета затратный опыт произошел как раз таки в ресторане в сигарном году эго когда к нам нежданно-негаданно просто пришла проверка пришла на проверку санитарные книжки и ветеринарные справки как называют повара на все что с глазами то есть рыба мясо и яйца ну то есть ветеринарные справки в России с днём вечерам пришел и конец дела что то ребята сказали, что 80 тысяч платите, пожалуйста, за одну единственный лет справки. Сейчас, конечно, цены другие немного, сейчас все попроще. В итоге директор договорился на 15 тысяч, естественно, 15 тысяч сняли с меня. Потом оказалось, что можно было ничего не платить. Просто они пришли на шару и сыграли в том, что мы не знали. В течение суток можно довести документ, являющийся ветеринарной справки или сертификатом на тот или иной продукт, просто требновал. То есть я позвонил вечером своему поставщику, сказал, что, блин, ты мне справку не довез, за это мне на 15 тысяч ларкули. Он сказал, ты что, не в курсе, что я мог тебе с утра завести эту ветеринарную справку, а ты доехал до местного русского предназора, ее отдал, и все было окей. В итоге я на этом съел собаку, и если вы открываете заведение, работаете с продуктами, обязательно каждого поставщика трясите на то, что он вам привез все спроводительные документы на тот или иной продукт. Потому что это первое, первое чего спрашивают, когда приходит проверка. Санитарные книжки, они должны быть у всех, начиная от охранника, который сидит на входе, заканчивая мойщицей, и директором, который сидит непосредственно на мойке и в офисе, все те, кто находятся в помещении заведения, должны иметь медицинские книжки. Не знаю, какой сейчас штраф за медицинскую книжку, потому что я слежу за этим стройкой, сам лично спрашиваю, проверяю у сотрудников, какие анализы они закончились, закончились, сам служу за своей санитарной книжкой, если что-то заканчивается, заранее отправляем создавать анализы, чтобы не было такого конфуза. Ну, не знаю, как сейчас, раньше, по-моему, это 5 тысяч было за человек. То есть это официальная сумма, которую тебе могут выписать. Плюс, я не знаю, на самом деле, ни одного заведения, которое могло соответствовать всем стандартам наших замечательных проверяющих органов. Ни одного не знаю. Допустим, если у вас в меню есть яйцо, обычное куриное яйцо, у вас должно быть 3 мойки только на эти яйца. У вас должна быть мойка для... Что касается раков. Должна быть мойка для мытья овощей и фруктов. У вас должна быть мойка для размораживания. У вас должна быть мойка для мытья ухлоплательной посуды, мойка для зальной посуды. Мойка для мытья рук непосредственно. То есть если работать по всем стандартам нормам, которые у нас есть, ну, ресторан просто превратится в склад оборудования. Оборудование, досок, ножей, коробок, полок, маркировки и так далее и тому подобное. По-моему, лет 3 или 4 назад я слышал, что отель Европа и рестоража, но он как раз таки соответствует этому. Если зайти в любое кафе, в любое заведение, товарное соседство, мойки те же самые, этого всего не будет. Это сложно очень содержать, поэтому обычно, приходя в проверки какие-нибудь плановые, приходят, вам говорят о том, что нужно исправить. Допустим, мороженое нельзя хранить с мясом или с рыбой в одной морозилке. В следующий раз они приходят, и в любом случае все эти проверяющие истории, они вам выпишут хоть какой-то, но минимальный штраф. 3-5 тысяч рублей. То есть, этого не избежать, это наша бюрократия. В Европе, кстати, такого практически нет. Там все на честность, все работают, а вот у нас любители по срубать денежку. Следующий вопрос у меня касательно маркетинга, тега и чат. Я сегодня на сайт подписан на ваш инстаграм. Он такой достаточно активный, у вас красивые постановки, видно, что это не просто такая хроничная терапия, постановочная, красивая, все очень аппетитная. И очень много разных конкурсов. Скажите, пожалуйста, вы сами этим занимаетесь или нет? Кого-то привлекаете? Если привлекаете, то сколько это примерно стоит? И какой вообще экономический эффект от этого проследуется? Ну или просто напоминание о себе? Ну, раньше мы занимались, как так, сами выкладывали фотографии в инстаграм, сейчас мы дошли до того, что у нас есть наш пиарщик, Женя Брагина. Она сейчас занимается тем, что ведет инстаграм, ведет группу вконтакте, чуть-чуть ведет группу в фейсбуке, придумывает какие-то разные истории. И одна из самых, наверное, успешных историй, это все знают, что такое селфи. Селфи, наверное, кажется, 99% людей здесь делали, сидя в этом зале, где бы это ни было. У нас самая крутая история, это наш туалет, смешно звучит, конечно, в котором зеркальное отражение в зеркале написано «Чак». То есть, если ты посмотришь на стену, будет надпись зеркального отражения на стене. Когда ты смотришь в зеркало, у тебя за ним написано «Чак». И делая селфи в этом туалете на фоне вот этой надписи «Чак», мы ищем этих людей, и по хостегу там «Чак Фэмили», «Эмитерия Чак», распечатываем потом фотографии и увешиваем. У нас там есть такая стена между двумя залами, мы вывешиваем эти снимки. Нам очень часто приходят и блогеры, и какие-то медийно известные личности, которых мы тоже вывешиваем, и они дают как будто самый толчок. Люди, как пока стоят в туалете, они разглядывают, находят себя. Это, наверное, самая такая успешная наша история. Вести Instagram нужно, вести его нужно, плюс вести его нужно интересно. То есть, чтобы он был, помимо того, что наглядная красивая картинка, еще какая-нибудь подпись. То есть, если вы укладываете какое-то блюдо, опишите, что в это блюдо входит, если есть какая-то история, это будут написать. Но это тоже зависит от заведения. Если это какой-то такой премиальный лакшери де люкс кафе, там троллинг и стек, он как бы будет неуместен. То есть, если там, не знаю, кинза какой-нибудь там свой ресторан выложит фоточку и напишет из серии «Мы ненавидим веганов, поэтому ешьте наш стейк», это будет немного нацелено не на ту аудиторию. Мы можем, в принципе, беспределить, потому что мы сами по себе такие раздолбаем, можно так назвать, но без перегибания паула. Плюс группа ВКонтакте, плюс всякие разные конкурсы мы запускаем, там есть у нас еще несколько интересных идей. И все это нужно, естественно, развивать, все это нужно развивать под вашу концепцию заведения, место, которое вы держите. Это не без соцсетечного жизни. Многие даже ведут твиттер, рестораны. Это нужно делать, это реально нужно делать. И самое главное – это фидбэк. Но есть еще агрессивный маркетинг, это когда на всех все подписывается. Я думаю, многим надоели длинные волосы или похудеть в Инстаграме. Это очень сильно раздражает. Поэтому тут тоже палку не нужно перегибать, потому что вы можете получить негативные какие-то эмоции от людей, которые вы подписываетесь. Ну и там вообще попасть в спал. А так, соцсети – это обязательно просто условие, которое нужно развивать. Плюс, смотрите, есть хэштеги. Их тоже активно используется, потому что они реально дают толчок. Потому что человек, сфотографировав еду, он, естественно, ставит хэштеги. Вот мы как раз-таки этих людей заинтересовали. Те, кто фотографируется в туалете, а приезжают из разных городов, они, естественно, выкладывают фотографии. А у нас узнают все больше и больше людей. И очень иногда бывает забавно там в личку получить в контакте сообщение о том, что вот мы из Боргуты, приезжали к вам. Все очень вкусно, все круто, спасибо. Откуда вы у нас узнали? Мы видели друзей, которые тоже приезжали из Боргуты, сфотографировались на фоне туалета. И нам, в первую очередь, хотелось прийти посмотреть, что это такое диковинный туалет и буснул любым мясом. Ну и вот так вот с арафаном радио все распространяется. Все об этом заведении узнают. Спасибо, интересно. Скажи, пожалуйста, вот у нас одна из тем нашего симпозиума, опять-таки, это месторасположение и вообще геолокация заведения. Понятно, что у вас там своя особенная история. Вы сели на место бывшего алфавита, и у вас как бы, ну не то, что не выбирали место, но была возможность, вы ее воспользовались. Поради все успешно и классно, но ты сказал, что какое-то время на республику ушло. А как ты считаешь, что все-таки, ну как-то, место должно быть какое-то убойное, классное, с большой долей, получается, аренды в обороте, или же можно где-то сесть за углом, но если это такое классное и успешное, то теперь и так люди пойдут. Как у вас с этим, как-то надо смотреть? Ну, если заведение уникальное, я думаю, вы и в Питчу сгоняете, поедете какой-нибудь интересный, там, на гриле запеченную устрицу, или там, утку по-пекински, или кто-нибудь пойдет на ображку в эту маленькую чуфальню, и называют поезд лапши за 150 рублей. Локация важна для тех заведений, которые, как бы, имеют минимальный какой-то концепт. То есть, если ты просто открываешь кафе со стандартным набором суши, пицца, пасты, кальяны, то это, конечно, лучше проходная зона такая. А большинство заведений, которые сейчас вновь открываются, они стараются открыться чуть подальше от непосредственно больших потоков людей, больших потоков туристов. Забыл еще, кстати, по предыдущему вопросу сказать, что три подвайзера – это тоже история уникальная. Она распространена в России достаточно мало, но европейцы пользуются ее очень активно. Если вы занимаетесь не подвайзером, если у вас его нет, какого-то вашего проекта, ресторан, отель, хостел или какое-нибудь, не знаю, усилительное заведение, обязательно развивайте опыт, потому что три подвайзера нам как раз-таки тоже дала толчок, и причем достаточно мощно. У нас в какой-то момент появляться стало очень много иностранцев, причем таких вот иностранцев в Великобритании, там, где культура мяса достаточно сильно развита, с Америки. Мы не понимаем, куда они бегают, мы смотрим, как-то случайно обратили на это внимание, что у нас в преподвазии на втором месте с 9000 с чем-то заведений. Продержался достаточно долгое количество времени, сейчас не помню уже на каком месте. Вот, а в плане локации сейчас большинство заведений уходит от вот этих вот мощных потоков людей, от этих вот туристических, может, немножко в клубе города, оставаясь в тот же самый момент в центре. Ну, Некрасово, Жуковского сейчас достаточно хорошо развиваются, открывается очень много заведений. Вроде как-то улицы непроходные, но народ там есть, потому что народ идет на изюминку, на концепцию, яркий пример, вот, бюро. Тот же самый, это 522, которые они находятся, ну, не в тех местах, где ходят очень много людей. Тот же самый тартар-бар Глюнового находится на Вилянских триловах, там вообще нет людей. И там ты подходишь к этому заведению, полностью пустая улица, одна единственная машина припаркована, не знаю, в 100 метров, а заходишь в заведение, а там просто биток. Сейчас, если у тебя есть хорошая концепция, если хорошая подача, идея, вкусно, все хорошо, локация не важна, ты не на пятом этаже какому-нибудь в 5-этажке. Вот, но если у тебя нет истории какой-то, нет какой-то своей подачи, то находясь, наверное, на Рубинштейна, где народ очень много, тебе не будут называть заведение, а просто будет вставать в заведении, где будет сидеть в проекте 1-2 коль. Вот, вообще локация Горобова, она сейчас развивается за последние... Мы, наверное, одни из первых, которые присели там, когда она еще была такой, вроде не ресторан, но сейчас там, напротив, на Серву кафе, на Серву кафе открылась, Мики и Манки недалеко, еще какое-то заведение уже непонимого названия, Глоб Гараж. Что это? А? Битус. А, ну, Битус, да, там уже базировался, так, стройка была, на вели. А? Вот, ну, то есть Горобова, улица сейчас превращается, мне кажется, еще пару лет и десяток заведений, мне кажется, я перекрою, это второй Рубинштейн. Вот, понятное дело, что самая идеальная локация для ресторана, Рубинштейна, но там, во-первых, арендная оплата высокая, во-вторых, нужна тоже концепция. То есть уже так просто народ, проходящий по улице Рубинштейна, не запрыгнет в заведение, не будешь торговать добычную пиццу, он не будет валиться ломом. Вот самые, наверное, идеальные примеры, скорее всего, это Бикицар, которым всегда просто битком народу. Концепция у нас в городе такой нету, находится он в хорошем месте, и достаточно успешно ребята работают, молодцы. Да, у них там пятница субботка у меня есть. Спасибо. Следующий у меня вопрос, на самом деле, может быть, не тебе его нужно было адресовать, но я попробую, потому что, тем не менее, возможно, тебе его сдадут из зала. Какое системное обложения вы используете, которая прощенка или нет? Ну, это обычное ООО, но на самом деле я не сую нос туда, где я полный дилетант, то есть я не буду рисовать логотип, я не буду заниматься хвалтерией, на это есть свои люди. Если вы в этом не шарите, и вам это не интересно, а мне это неинтересно, лучше нанять человека-бухгалтера. Кабултера сейчас частенько работают на удаленке, то есть он может держать, заниматься пятью заведениями разного формата, начинают рестораны, заканчивают, не знаю, качалкой в соседнем доме, вести эту всю бухгалтерию. Есть директора, которые занимаются всей этой историей, и у нас, естественно, есть и бухгалтер-директор, который ведут все вот эти вот налоги, проверки, пожарные, то есть они все этим занимаются, но не лезут, не суют, грубо говоря, нос непосредственно в работу кухни. То есть мы кухне-залом занимаемся сами, они занимаются все остальные части, с подводными вот этими камнями. Мне никогда, честно говоря, интересно не было, и я вот тут не помощник. Ну, хорошо, мне очень нравится. Спасибо, у меня на самом деле на этом все. Если есть какие-то вопросы зала, давайте зададим их роман вместе. Есть ли вопросы? Мне интересно, два вопроса. Первый, бюджетное открытие, какой был у ЧАПа, и сколько квадратов там? И второй, если вы в курсе, по поводу спикизи баров, как вы сказали, мне интересна их математика, я не понимаю, как они могут работать вообще, если там мало людей, все только свои. Именно спикизи бар? Ну, да, там у нас спикизи бар. Ну, во-первых, спикизи бар находится не на той площадке, где будет дорогая аренда, то есть они обычно где-то в глубине, я не знаю аренду, там, Эль Капитес. Я могу подразумевать, какая-то может быть стоимость непосредственно аренды, 50 квадратов. Ну, если брать из расчета первую линию, какой-нибудь Владимирской, это где-то 2-2,5 тысячи за метр, в зависимости от места, то, естественно, зайдя в отвор, куда-нибудь там, на второй поднявший этаж, там аренда может быть и 500 рублей за квадрат. В зависимости у кого-то, что снимаешь. В плане людей, ну, по большей части, если ты работаешь непосредственно сам в заведении, тебе не нужно платить никому зарплату. Это красная команда. Самозанятость. Самозанятость. Ты работаешь, ты устанавливаешь себе какую-то зарплату, и все, что зарабатывает заведение сейчас сверху, ты, как говорят, делаешь между людьми, с которыми ты открылся заведение. Поэтому, если вы открываете какую-то концепцию, и вы знаете, что она выстрелит, открываете ее где-нибудь подальше, в этих проселочных дорогах, где у вас просто съедать аренду достаточно много денег будет. Но учтите пару вещей. Это соседи. Это такой, прям, не знаю, гвоздь в копе. У каждого ресторана практически есть свой сосед, которому что-то не нравится. Запах жареного мяса, работу вытяжки, шумно. Не знаю, слишком много девочек перед входом. Орет громко музыка, или я велю включить шансон, или я вас закрою. Ну, то есть это все. Я сталкивался со многими такими грузьями. А в плане... Стоимость запуска? Стоимость запуска. Ну, тут тоже есть. Если мы, наверное, процентов 70 работы, которая была сделана в чайке, мы сделали своими руками. То есть мы, ну, я не знаю, сколько вы заплатили строителям мы за это. То есть если вы умеете красить, покрасить, если вы умеете прикрутить люстру, повесить, лампочек повесить, если вы водопроводчик, или занимались этим, можете прикрутить раковину, или поставить в туалет, поставьте. Если у вас есть возможность, если вы хотите этим заниматься, то это можно сделать самому. Но есть моменты такие, которые, как бы, ну, ты физически просто-напросто не сделаешь, то есть у тебя нет ни инструментов, нет ни квалификации, не знаю, когда, как у нас в чайке, так как у нас после алфавита парк относился в другую сторону зала, нам пришлось ставить специальный насос, чтобы этот насос управлял всю воду из слива непосредственно в туалет, который находится, ну, к основным стокам, по-верху, то есть у нас идет сток, не внизу, как обычно идет, а идет над потолком. То есть, ну, такой вещь, естественно, не я, никто из работников, то есть работник, естественно, вы не сделали. А в плане открытия, ну, вон, ребята, закопитился, рассказывали, как открыть ларзу билен. Понятное дело, что такого плана, как чак, ты не откроешь забилен, потому что у тебя, как минимум, миллион идет на ремонт. Но, если так в среднем, называют, 40-50 посадочных мест, в зависимости от оборудования, в зависимости от дизайна вашего помещения, то, ну, 3-4 миллиона можно открыть в ее дверей. Единственное, что, учитывайте то, что закладывайте бюджет, еще миллиончик-трубой, на сотрудников, которые у вас будут работать, если будете нанимать персонал, и на что пожить, если у вас не будет народа. То есть мы заложили тоже эту сумму и, естественно, своими силами еще экономили, не получали зарплату, просто работали бесплатно. И где-то уже в апреле мы только за декабрь, январь, февраль, как свои профи получили. Какое мясо народ любит есть, то есть какие у вас самые популярные позиции, и помогаете ли вы вашим гостям с выбором тех или нет, что-то новое вы хотите, может быть, какие-то сезонные вещи. Так, людям, конечно, помогаем, потому что первое время нам очень большое количество людей приходило, которые вообще не шарят мясо. То есть все знают, какой реплайф, реминьон, New York, Street Point, то есть самая популярная труба, которые были и есть подпишечки сейчас во всех заведениях, начиная от пала, заканчивая итальянским рестораном. Естественно, помогаем с выбором, потому что у нас достаточно большое количество альтернативных трубов, а альтернативная труба это, грубо говоря, замена альтернативы премиальному трубам. То, что если премиальная труба стоит гигантских денег, альтернатива стоит существенно ниже. Помогаем очень просто. У каждого куска мяса есть какой-то свой характер. Жир, количество жира, желабельность, насыщенность, какая-нибудь интересная история. Естественно, официанты об этом все знают, всем знают. Подходит гостям и просто задает вопрос, что вы хотите. Пожирнее, попастней, интереснее вкус, что-то оригинальное. Может быть, у нас новинка, которой еще нет в меню. Вот и в зависимости от предпочтений гостя тебя он выбирает этот стейк. Бывает, конечно, промахиваемся. Бывает такое, что приходит парочка, которые заказывают два разных куска мяса, и они делают, что-то не очень вкусно. Дать его попробовать, пробовать. О, мне этот больше нравится. Человек сидеть на против пробовать его стейк, он будет, блин, реально вот это вкуснее. Это как вино. У каждого есть свое любимое вино. Если попадаешь прям в точку, то человек считал а так, много диледантов очень, и я хочу стейк, грибай, прожаркий филиминьон. То есть, люди, которые приходят, они знают, что они хотят, они узнали об этом месте. Естественно, очень много происходит в моментах обучения людей. И приходили люди с момента открытия чака. Есть несколько людей прям, которые ходят в неделю по два-три раза. Сейчас они уже как кореша тебе и говорят, ой, что у вас сегодня из новинки есть? Слушай, я вот тут позавчера ел такой-то прожаркий стейк, а сегодня этот же стейк хочу другой прожаркий. То есть, человек приходит, еще берет разные прожарки. Нюансов на самом деле очень много, потому что для каждого стейка есть своя рекомендованная степень прожарки. То есть, мясо достаточно жирный, естественно, прожарки повыше, чтобы рог отрастопился. Если стейк постный, то его можно практически не жарить, чуть ли не холодным съедать, он вам понравится больше, чем если его пережарить, он будет сухой. Так что тут индивидуально все. Но подход находим, люди довольны. А что на разу с вами будет? Естественно, сейчас так как эта культура уже достаточно развилась, и люди приходят, и уже знаешь, какой-то альтернативный стейк, знаешь, что такое не Рибай в Нью-Йорк. У нас недавно появился, ну как относительно недавно, месяца три назад, наверное, стейк-бейсбол, такое американское название, это стейк-бейскострица, это задняя часть бычка. Он чем-то похож на вырезку, но с более насыщенным, ярким вкусом. И волокна у него немножечко покрупнее, в отличие от вырезка. То есть, для меня он считается женским стейком, потому что он постный, мягкий, и достаточно простой для восприятия. А стейк-бейсбол, он такой мужской, но похож чем-то на хелеминьон. И единственная его особенность, его лучше не жарить выше прожарки медиум, потому что он станет искусственным и без своей индивидуальности. Вот. А из премиального, ну, Рибай Нью-Йорк берут, естественно, те люди, которые боятся пробовать новые какие-то стейки, но есть люди, которые приходят и реально пробуют новый кусок мяса, говорят, блин, это вкуснее, чем рибай, почему я в этом стоите не знал. Есть, есть. Еще вопрос, пожалуйста. Да. При поиске, ну, наиву повара, на что нужно обратить внимание, какие, может, нитридиальные моменты наиву. Так, ну, в первую очередь, естественно, у нас в Чайке уже сформировавшийся коллектив поваров, и с самого открытия, как повара пришли, когда мы набирали новых, они так у нас и работают до сих пор. То есть у нас текучки как таковой нет. То есть за все время работы Чака, не знаю, человека 4, наверное, пришло и ушло. То есть у нас постоянный штат, достаточно такой сплоченный коллектив, всеми ребятами мы довольны. Что касается, если там, например, мясная история у меня в Москве, естественно, первого в очереди, я спрашиваю, ты стейк когда не готовил? Если человек говорит, что нет, ну, я его вряд ли возьму. если только это человек, который хочет научиться готовить и будет, естественно, в более низком оплате и будет своего рода какое-то время просто пока смотреть. Потом, когда он немного привыкн ко всей истории, естественно, буду учить готовить. Сейчас у меня такая возможность есть, потому что у меня этот штат набрал. и когда я набирал новую команду, я в первую очередь спрашивал, жарят ли стейки при Бай-Нью-Йорке или нет. Но в Москве из всех, наверное, 12 поваров, которые сейчас работают, ни один не сталкивался с альтернативой, потому что это была диковина достаточно такая распространенная. Сейчас, конечно, ресторан больше, уже прошло больше полу года. Плюс еще, естественно, смотришь на самого человека. То есть повар-профессия достаточно тяжелая, серьезная, и как-то меня один раз остановили милиционеры на улице из метро, и первое, что они спросили ваши документы, я, естественно, доставая паспорт, достал санитарную книжку, о, повар, а вы все поварали по алкоголике либо наркоману. Ну, практически так оно и есть, я не говорю за всех. Тяжелая работа, и кто как может, так и отдыхает. Поэтому, если у повара проявляется в ближайшее время работы какие-то вредные привычки, которые мешают работе, то есть я с этим поваром обращаюсь, потому что так дальше. Работа травмоопасна, и придет он с похмелья, такой вот, отрежет палец, не дай вообще подскользнуться, удалится головой, естественно, отвечать будешь ты, никто вдруг, и поэтому вредные привычки и умение готовить. Ну, а так, если человек работал, спрашиваешь заведение, в котором я работал, мне несложно пробить практически любое заведение в городе, потому что база знакомств поварская достаточно серьезная, я могу позвонить другим человеку, другим поварам, и за этот вопрос сработает с ним или нет, что ты можешь о нем сказать. Все. То есть это просто очень пробивается. Есть еще вопрос, по-тому? Роман, скажи, пожалуйста, что ты думаешь про плов? Как вы бежите, это на фестиваль, все делают плов. Лето закончилось, плова нигде нет. Почему? Хорош такой вопрос, интересный. Почему не надо делать плов? Не знаю, мне кажется, Роман, почему не делают плов? Не Казань, не Узбекистан. Хотя, ну, что плов? Все знают, что это происходит. Не знаю, плов, это история, которую лучше готовить на открытом огне. Плов, это та вещь, которая должна, грубо говоря, пахнуть сто метров от места, где его готовят. Мне кажется, это больше зрелищность, не знаю, такая еда, такая более домашняя. Люди все-таки хотят получить еду, едят в заведении, которые они не смогут приготовить. А плов, это история, мне кажется, многие имеют готовить плов. более родители, бабушки, мамы. Не знаю, как передать. А где ты живешь? Далеко от ресторана? Нет, я уже достаточно давно живу в центре и очень редко подбираюсь за границы центрального округа. Мне почему-то так кажется, что все открывают свое заведение там, где они живут. Никто в пионерский не ездят в центр. Нет, когда у меня была работа в форуме, я жил в свое время на звездной, ездил в центр и возвращался домой опять же на звездную и терял полтора-два часа рабочее время. Если вы открываете заведение, постарайтесь, конечно, в шаговой доступности открыть заведение, потому что так проще контролироваться, мне кажется, так комфортнее и удобнее. Ее работа вообще очень простая. У них первые все этажи, у них заняты под какой-то частным предпринимательством. То есть, если у тебя там ремонт велосипедов, то человек, возможно, тот, который работает в этой мастерской, живет за этажом дольше. Это очень удобно и комфортно. У нас, конечно, такого нет, потому что надо бы другой менталитет. Когда ты из Берова открыли место на Эрмис-Василятском столе, что ты думаешь, что это Васильевский остров, и Васильевский остров, это не только в Сей-Василятске. То есть, есть еще новые, да, новые дома строят на Примонском. Там совершенно какая-то другая страна, больше спальня. Ну, мне кажется, по поводу бюро тебя ответить. Вот, а так, район, я бы не сказал, что это такой ресторанный район, тут нужно понимать, какой контингент людей живет рядом того места, в котором ты будешь открывать заведение, потому что, если ты где-нибудь река, пряжка, там есть? Смоленка. Смоленка. Если где-нибудь ты откроешь недалеко от реки Смоленки, где старые домашние старые коммуналы, модную хипстерскую фалафельную, я думаю, местные алкоголики не воспримут это заедут, вряд ли кто-нибудь придет. Но, если вот, ребята, открыли бюро в месте, где практически негде поесть, и достаточно большое количество и офисов, и студентов, и достаточно хорошие жилые дома, то они попали в точку, я так понимаю, да? Все неплохо. Смоленский остров, он, как бы, достаточно банкнутый, мы просто изначально понимали, что там нехватка качественных заведений, на наш взгляд. И, собственно говоря, у меня были опасения, хотя вот, ребята, Артем и Жаня не будут на Васильевском, собственно говоря, мы открылись на Васильевском, так что ваша концепция по поводу того, что надо открывать этот дом, она здесь только сработана. Но, в своей собственности, есть. Есть. Снимать, я работал в офисе, был прямо на Среднем проспекте, на углу с 8-9. Уже два года не надо было. И вы, ребята, не знаю, что было там, идите обедать в бюро. А что такое бюро? под меня это было бы, 50 человек, мало кто почему-то знает, где бюро. Все равно, вот, это оттяжка, там, девечку метод какая-то, да? От, нет, и все, и все, и все, и все, и все, и все, позвольте отвечу, тоже коротко. У нас, особенно, вот на прошлой лекции была Лиза Симонова из БГРАЛ, рефактически, и хочу поверить, она рассказала такое мнение, с которым я соглашусь скорее. У них вот есть БГРАЛ, он находится на Московском проспекте, и она рассказывала о Московском проспекте, как о своего рода спальном районе, чем на самом деле является Василий Босков, не хочу никого обидеть, но это как бы скорее спальник на самом деле. И в спальню, просто временную расходку нужно брать чуть больше, чем в центре, потому что люди живут одни и те же, и не факт, что они находятся близко, они узнают не так быстро. То есть там немножко другие законы поведения потребителей, грубо говоря. То есть просто процессы идут чуть дольше, то есть люди узнают, но узнают спустя какое-то попутчастное время. Как-то так. Я здесь согласен с Лизой, это ее мнение. Какие-то еще вопросы, пожалуйста, есть? А кто подцеливает игру, отцелевая аудитория? Как чаще всего у вас пары или хвостики мужчины? Я так немножечко сейчас, извиняюсь, пусть яднусь, успешно распиздяюсь. То есть это айтишники, которые могут быть и на Думск, и на Руденштейна, и у нас в Терри Ча. И какие-то бизнесмены, которые не хотят вот этой все пафосности, которая у них так она и есть, которые снимают пиджаки, заходят к нам и сидят, пьют дорогой вискарь, едят мясо, по два, по три стейка бывает даже съедают за вечер. Это и люди, которые любят мясо, это люди, которые не готовы переплачивать за него больших денег. Естественно, нет, бывали заходили попники к нам такие почесывая лопы, такие, ну что, у вас пьют 200 рублей такую дорогую, пойдем вам столько попьем в другое место. Бывали такие, бывали заходили и грузины спрашивали, а что у вас кальяна нет что ли? Контигент бывает разный, то есть ну это один процент наверное от всей общей массы, а так ребята средний возраст это где-то 25-35 то есть уже состоявшиеся, но в тот же момент и не хипстеры, и не панки, и не крутые бизнесмены, простые, но достаток. То есть большая часть людей, которых там приходят, с ними практически сразу можно сказать привет, как дела у тебя, не зная человека. Человек спокойно воспринять эту историю. А поставки мяса у вас два раза в неделю или больше? Ой, ну с поставками мяса тут понятно, что зависит от того, какое количество мяса на продаж. Бывает такое, что у тебя один битстейк уходит от полтора дня, естественно тебе нужно, чтобы не было 100 плюс 100, 100 плюс 100, такая штука, когда какого-то блюда нет в меню. В меню непосредственно при заказе. Бывает, приходится заказывать, бывает там если поставка не приходит и дружим с Эльдаром Каверовым, который регуляет стейк, абажур и 522 регуляет, мы звоним Эльдаром, слушай, есть такой-то отруб, отруб, стейк, может продолжить на пару дней, пока нам поставки не придет, да, заезжайте, заберите. То есть мы дружим. А вы не знаете, что у Эльдаром Каверовым? Знаем, конечно. Все мясные истории, я про любой, ну не про любой, по большей части Мираторгом пользуется, потому что у него и ценник пониже, и компания побольше, но мы вот смешиваем Мираторг с Пробифом, Заречный, это воронежская история, то есть у нас может быть всю неделю один воронеж будет, по причине того, что у Мираторга нет той или иной позиции, а может быть наоборот. То есть тут в принципе как и в любом ресторане есть поставщики, которыми ты своего рода постраховываешься. С фермерскими хозяйствами мы не работаем по причине того, что малое количество скота очень тяжело вырастить, удерживать ту цену, которая будет нам приятна. То есть естественно, себестоимость стейка, она сразу завышается, если очень хорошее качество мяса. И вообще вся фермерская продукция, если там, не знаю, фермерский сыр-при, значит он стоит 2 тысячи рублей. Хотя он так ничуть не хуже, чем хороший импортный сыр. Бывает, что и хуже, но это чисто вот маркетинговая история. Без ГМО, без пищевых красителей, фермерская история, биопродукт. Я считаю это бред. Везде есть ГМО, везде практически есть красители натуральные, везде фермерская история и биопродукция может быть очень много косяков, даже больше, чем при большом производстве. Поэтому фермерская не всегда, значит, полезная и хорошая. Следующий вопрос, пожалуйста. Возвращаясь к инстаграму, есть кинтенсивность движения на мужской аудитории, потому что есть сомнения, что мужчины делятся как-то эти тарелочки, или консильные. Есть у меня сомнения, как-то определяно, что это больше на женскую аудиторию. Нет, ну, понятное дело, если в инстаграме будет какие-то трусиков, понятное дело, мужчин, там будет еще мало подписан. Есть? На Алинах, не знаю, я ни на один трусик не подписан. Вот, а если ты выкладываешь мясо, как-то такой статистике мы не собирали, женщины, мужчины, кто у нас там на нас подписан, но понятное дело, что выкладывая куски мяса, частенько отвечают мужики, блин, я должен и спать его тут такое выкладывать, я хочу мясо. И несколько раз было, что ты выкладываешь фотографии, и человек где-то там через своих друзей как-то ленты, лента, где люди, друзья твои, лайкают другие фотографии, кто-то зашел, увидел, подписался, на следующий день пошел. Я тут вчера у своего друга увидел, что выложили такой стейк, а что? Перед сном стоишь? А? Перед сном, да. Перед сном, да. Приносит ему стейк, круто, все это получается, появляются гости. То есть, тут тоже зависит на ту аудиторию, которую вы хотите видеть с вами или старый. Есть ли еще вопросы? На подобное заведение вы не собираетесь еще открывать, да? Подобное свое заведение? На укресное. Ну, я сейчас поезжу в Прибалтику, отдохну, в плане гастрономии в голове, походу учусь, но есть несколько идей интересных, которых нет в Питере. Ну, пока сейчас, может, месяца 3-4, у меня времени совершенно не будет на это, потому что, работая 50 на 50, Питер-Москва, достаточно тяжело что-то еще правильно поделать. То есть, мне нужно найти сначала замену в Москве или в Питере, чтобы я, грубо говоря, обращался к человеку, и он занимался всеми делами. Только потом уже заниматься пунктаном. Ну, не знаю, яркий пример, если к Денье Блинова подойти бы, ну, и так было заведение, и сказать, что не собираюсь, что в ближайшее время мне кажется, каждый год, а два время что-нибудь откроют. Есть ли еще вопросы? Ну, если нет вопросов, спасибо большое, Роман. Да, спасибо вам большое, что вы здесь. Спасибо. Дайте спросить, снялся. Подходите, я еще минутка 10-10. Держи, Роман. Спасибо всем большое. У нас, на самом деле, это сегодня последний симпозиум. Хотел от лица обменять Дашу, поблагодарить всех за то, что вы посетили нас. И у нас есть такая еще история. Хотели бы обменяться какими-то контактами. Не знаю, если есть какие-то мысли по поводу совместной работы, давайте начнем. Не знаю, я могу первый представиться. Меня зовут Петр, я отношусь к проекту «Бюро». Любые вопросы, пожалуйста, меня можно...